Духовный пост То есть это усиление духовной жизни. Человек должен работать духовно над собой. То есть быть внимательным вообще к себе, к своим чувствам, мыслям, желаниям, поступкам своим. Не допускать греха. Не ешь досы, то оставь место Святому Духу – одно из главных правил поста. Но по подсчетам аналитического центра соблюдать правила в этом году планируют далеко не все. Только 2% россиян. Большинство же ограничивать себя не собираются. Такое духовное расслабление осуществлено сейчас очень многим людям. Отчасти это связано с тем, что люди увлечены не только потребительством, но и весьма слостолюбивые. И в чем-то себя ограничить они считают для себя такое невозможным. Думается, что задумываются опасти те люди, которые более разумно подходят к своей человеческой природе, как ее духовной, так и телесной составляющей. И вот те люди, которые правильно себя любят, которые понимают, что для того, чтобы что-то получить, какую-то пользу, нужно потрудиться. А если себя распускать, пользы не будет. Спрос на религию упал. Соответственно, для торгового бизнеса это только плюс. В прошлом году Валентина на время Великого поста заказала мясо меньше, чем обычно. И поняла, зря. Пришлось докупать. На этот раз коррективы в бизнес-план не вносила. Торговля идет неплохо, я считаю. Ну, то есть вообще никаких изменений? У меня, по крайней мере, нет. Хоть крещенных в нашей стране большинство, но все же россияне к посту и вере в целом относятся очень выборочно. Первый день поста. И читается канон Андрея Критского, покаянный. Вот иду на канон. Нет, вы знаете, вот чтобы все 40 дней, это я впервые. А так первую неделю и последнюю. За церковными этими не слежу. И в церковь почти не хожу, если меня не попросят очень там свечку поставить, молитву возвести. Я не верю церковникам. А к посту как вы относитесь? Вот сегодня начало Великого Поста? К посту? А, вон о чем вы спрашиваете. Отрицательно. Я медик, я считаю, что это вредно для здоровья. Нынче масса людей собирают только крупные православные праздники – Крещение, Пасха. Окунание в прору – процедура не обязательно, но одна из самых популярных. Что это – истинная вера или же зимний тренд? Но все равно вера, она была, есть и будет. Алина Черненко, Екатерина Чернакова, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом. Алина Чернакова, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом.